Считайте, что вот нормандские и прочие, я там проукраинскую занимал позицию. И тем не менее, мерзавцы. Вы занимали скорее нейтральную позицию, я бы так это назвал. Я же говорю, я уже из крайностей схожу. Хотя я никогда не был на стороне Порошенко. Слушайте, вы этот Крым зацепили, вам столько сейчас могу наговорить, как я ползал к этому Порошенко на коленях с подачи президента Путина. Как это ползали на коленках? Ползал. Это вы о чем говорите? Это я говорю о том, когда мы были в Сочи с Путиным, затронули очень года два назад. Помните, когда он перекрыл там железную дорогу Порошенко? Это было, ну сколько, два года тому назад. Вот перед этим, после Дебальцева, вот этот котел и так далее, мы разговаривали. И Путин в сердцах говорит, ну что творят, надо заканчивать это. Ну один народ там и так далее, и так далее. Я ему говорю, ну что ты предлагаешь конкретно? Он говорит, надо заканчивать и надо восстанавливать Донбасс. Надо, чтобы люди жили нормально. Я говорю, ну если это официально, я готов с Порошенко на эту тему переговорить. Давай определимся. Первое, второе, третье. Что мне тогда запомнилось? Я уже уезжал, он меня взял за руку и помогу восстановить Донбасс. Вот и помогу, говорит, передай ему. Я такой на радостях приезжаю к Порошенко и начинаю ему докладывать это с великим уважением, на одном колене. Ну образно говоря. И так далее, говорю, Петро. Мы хороших были отношения. Ну просто вежливо, доброжелательно. Даже больше, чем доброжелательно. Потому что я его хорошо знал до президентства. Он отвечал за Прикушми, по-моему, и Прянуковичи за белорусское направление. Он Симашко комиссию возглавлял межправительственную. Поэтому я его хорошо знал. Я говорю, Петро. Он начал обижаться, там что-то говорить. Я говорю, Петро. То, что потом Зеленскому говорил. Война у тебя. Война не у меня, не у Путина. На твоей земле. И надо делать все для того, чтобы эту войну остановить. Люди страдают. Тем более, ты же посмотри. Тебе предлагают восстановить Донбасс. Путин мне прямо об этом сказал. Я это подчеркивал. Вы знаете, Порошенко, в конце концов, согласился. Но через месяц, в течение месяца, он все начал делать наоборот. Почему? Потому что парень находился под внешним управлением. Что, не так? Так. Так. Вот. Чистая правда. Отталкиваясь от Крыма и от всех этих вопросов. Я в это был очень погружен. Очень. И когда мы с Путиным в очередной раз разговаривали, знаете, вот тогда ОБСЕ или кого там, наблюдатели этих прислали. Я говорю, ты знаешь, я уже за свою жизнь этих наблюдателей насмотрелся. Ничего с них не будет. Они будут играть на стороне Запада. Он говорит, ну ладно. Хотят они, пусть будут эти наблюдатели. Ну и какой вариант из этого? Поэтому для меня больше чем понятно, что творится в Украине. И какой выход в этой ситуации. Но выход этот тогда не использовали. В том числе я готов даже был на 400 километров границы украинско-российской ввести своих пограничников. Да? Да. Я был готов перекрыть эту границу. И когда в Минск приезжал Путин, мы обсуждали эту проблему. Он говорит, ну да, ты занимаешь такую нейтральную, как сказал Дмитрий, позицию. Можно, я, говорит, не буду против. Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы, они торпедировались. Ну ладно. Ладно, ты не доверял тогда Лукашенко. Сейчас понятно. Сейчас Лукашенко халуй Путина, как они говорят. Но тогда-то занимал же нейтральную, как вы говорите, позицию. Сто процентов, сто процентов. Ну так даже не нейтральную. Ну ты попробуй хотя бы. Это все равно. Очень доброжелательную, откровенную, братскую позицию по отношению к Украине. Ну вот тогда любые инициативы и с моей стороны, которые я обсуждал, убеждал Путина, вот он был абсолютно поддерживал. Они торпедировались со стороны властей Украины. Встает вопрос, почему. Потому что они не управляли тогда, а тем более сейчас, своей страной. Страна находится, как вы правильно говорите, под внешним управлением. Под внешним управлением. От того, что можно рассказывать о моей вовлеченности в крымские, донбасские, луганские и вообще украинские дела. Но не я туда влез сам. По воле руководителя Украины и президента России я был в это вовлечен. Как человек несторонний. То, что происходит сейчас в Украине, я уже тогда понимал, что нам будет жарко в Минске. Александр Григорьевич, ну вот тогда действительно вы занимали нейтральную, хотя и братскую позицию по отношению к Украине. А буквально вчера, выступая в военной форме, вы в форме главнокомандующего. Вы сказали, что в случае, если ВСУ начнет войнушку на Донбассе, то понятно, на чьей стороне вы будете. На чьей? Вы таки не поняли, на чьей, да? Нет, вы намекнули, но все-таки вот скажите, на чьей? Вы знаете, я никогда в этой ситуации и при такой политике не буду на стороне Украины. Я буду с теми, кто хочет спасти Украину и не превратить ее в очаг агрессии. А. Против братской России. Б. Против еще более братской Беларуси. Поэтому я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Понимаете? Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Поэтому, если мы, не дай бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке, юридически, экономически, политически будем с Россией. Но, Александр Юрьевич, я, может, что-то не понимаю, но ведь сейчас танки вооруженных сил Украины заправляют белорусскую солярку. Без белорусского топлива они не двинулись с места, и в том числе на 40% Роснефти, а на 30% Беларусь. Если уж точно быть, 40% поставляет Роснефть, 30% поставляет около 30%, 27%, 26% Беларусь. Все остальное, наверное, они покупают где-то со стороны. Но это примерные цифры. Чтобы вы не думали, что вот только солярка белорусская. Но предпочтение они отдают топливу белорусскому, потому что завод полностью модернизирован и производит супер качественные нефтепродукты. То есть это никого не смущает, в принципе, вот поставляют, заправляются нашим топливом. Ну, пока не смущают. Пока не смущают. Совершенно верно. Все может измениться. А вы что думаете, если те 10 тысяч или 8 тысяч, как они декларируют, они же к нашей границе продвинули, якобы для защиты от беженцев. Туда беженцы не идут, они уже 10 тысяч на границу выдвинули. Вы что думаете, если они развяжут с нами конфликт, мы их танки будем заправлять? Я думаю, что и Россия не будет заправлять их соляркой своей.